3 августа августу ну что начинаем с казачьего хода идем с выдумкой с песенкой и даже с гиком и сразу же врубаемся в тему я почитаю ваши естественно комменты как же без них надо же быть в курсе ну и прослеживаются те же самые тенденции которые я наблюдал много лет назад первое на комментарии вот у меня из носа течет кровь я там где-то там читала слышала что у вас тоже была там кровь что вы там сделали чтоб она не шла и кто-то дает и такой совет да пойдите к врачу он вам лазарем прыжет и забудете об этом как-то сразу встает вопрос а как-то других средств нету что только эти вот прижечь и все пройдет чего она идет почему она идет как она идет не интересует идите к врачу он вам прыжет и на этом проблемы с кровотечением кончится но но а что будет с обонянием такой вопрос не задавали а она собой они не не интересуют нас интересует кровотечение там же как раз у нас тончайшие эти все нервные волокна окончания все есть этот на бонятельный анализатор который нам сообщает о запахах что тут у нас творится дед учет ничего не говорится что чё как вспоминаю случай из своей собственной практике практика у меня уже будь здорово насморк посоветую врачевателя я использую нафтезин раз 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 попшикал отлично насморк прекратился кстати хорошее дело казачий ход сжимать добрый здоровец вот насморк прекратился но вместе с ним исчез и запах ничего нету и такое впечатление как вот современное лечение либо это либо то но хотите чтоб не было насморка носить пшикайте в нос этот нафтезин насморка не будет заодно не будет и обоняния вспоминается следующий случай я вам все показываю что я вот смотрите какое блаженный гения красавчик и дух стройный в казачьим ходом никаких тут у меня а особых болей в пояснице не чувствую на передаче посвященной боли в спине пришел какой-то там заслуженный врач там профессор или но что-то такой заслуженный с различными этими регалиями регалиями со своими этими осы с тентами ну и пошла передача там что-то боли в спине ну мы там свое говорили а что ж вы там как рекомендуете ну я рекомендую там допустим то-то то 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 а если это не помогает ну делаем обезболивающий блокаду там обкалываем чтоб все это не было ну а дальше если вот вот это сделали сделали ануш прошла блокада а боль осталась ну тогда мы подрезаем нервные корешки чтобы боли не было чтобы боли не было и я на него вот впервые я ощутил внутри себя чувство омерзения к этому человеку просто-напросто знаете вот это такое чувство что больше там доброго здоровьица что больше ничего нету как подрезать что там дальше моницентим человеком то есть процесс то идет нервные корешки ну пусть они не сообщают боли нету процесс идет что-то мы никуда не сползут сплющатся и будет еще хуже не такая я помню ухмылка на лице на лице далее это что я сам видел и испытал это с зубами как там говорят мне один цыган вот решил так сказать заняться стоматологии да там он окончил там все это там такое ну вот знаете вот эта вот корыстная черта то есть для чего я все это все заканчивал для того чтобы получать больше денег как бы сказать ну и как раз там ему помог с кабинетом мой там знакомый обеспеченный гражданин и он же мне порекомендовал да вот у меня свой собственный врач кабинетом то все тебе там сделает ну и к нему обратился ну да сейчас значит что-то там мне там просверлил вставил временную пломбу говорит через три дня придешь вот ну вот ну ну было знаете какое-то неудобство было когда зуб там только начинает с этой пломбой треудневной уже неудобства стало больше тем более она там проелась вот три дня прошло я значит опять там к нему он опять что-то там поковырял и опять временная пломба через три дня опять к нему придешь ага мне уже не в моготу то есть уже от того что он делает естественно каждый раз я к нему обращаюсь и платится деньги вот я бы ему отдал бы как говорится все что он хотел лишь бы он сделал все это без всяких этих вот вещей пошел к другому врачу к которому я хожу до сих пор объяснил посмотрел рентген манген поставил пломбу и на этом я забыл то есть вот на твоей боли боли отчаянном положении и невежестве люди делают деньги опять это омерзительно это просто-напросто омерзительно когда вот так вот поступает да хрен с ним рассматривать тебя сейчас мы тут распотрошим так что я еще хотел сказать теперь как раз комментарий на лечение спины марка желанца ну вот так вот и значит как раз говорится Петрович а вы там не пробовали иглоукалыванием там полечить спину меня знаете не возражаю что в некоторых случаях иглоукалывание делает нормально и скорее всего это где-то делается когда когда какая-то проблема еще не выросла до должных масштабов ее можно действительно устранить какой-то там коррекции а когда она уже как-то выросла то все это значит все эти вещи они как-то в лучшем случае если временно подействовать ну вот я вспоминаю по моему после 2016 года когда вот это у меня там со спиной так это все это случилось когда я начал делать гравитационную гимнастику неправильно дома попытался вернее делать то есть я ездил к самодумову ну в серпухово то практически 900 километров от меня назад некоторые люди и ездили к нему и с более дальних расстояний но все заключается наличие средств как-то для меня это было напряжно я ездил на машине туда где-то двое суток обратно двое суток там переночевать плюс еще гроши все это такое то есть я не располагал достаточными средствами для того чтобы так себе позволять ведь позволять что ни говори можете вы себе позволить или не можете вот я себе позволяю погулять но продолжим и там значит подымались такие большие веса я думаю как же это дома сделать вроде у меня веса есть но таких больших нет думаю а может быть одной ногой ну вот если одной ногой там как раз веса будет а дело в том что что надо все делать симметрично чтобы нагрузка была в итоге 150 килограмм я давлю левый я давлю правой ногой и естественно там от такой нагрузки идет колоссальное смещение у меня там аж разливается как кипяток я думаю о вот это то что надо ты смотри как она подействовала на следующий день я не могу не ходить туда дальше не лежать ничего то есть я все это дело сместил ну потом потихоньку полегоньку как-то это прошло ну там все это осталось знаете в таком плачевном состоянии хотя же до этого все это там было просто не так и я на ярмарке встречаюсь с массажистом знаете люди они как бы сказать вот в своей области ну можно даже сказать фанаты разработали там систему у них там опыт появился все там такое да мол мы поставим на ноги петрович приезжай все сделаем вот и как говорится тут хватайся за любую соломинку ну доброго здоровьица попробуйте вот такой вот бег с эспандером да казачий попробуйте отличная вещь счастливенько ну вот я приехал к нему и 15 дней курс значит он меня мял причем массаж такой силовой болевой и даже там знаете молоточком стучали между позвонков раздвигали их раздвигали их то есть такой метод по стучит кстати в интернете много роликов стучат по спине рихтуют ее знаете там так причем от души стучат просто это просто удивительно как они там ее не ломают ну все уже и как становится на место и следующий так вот очень болевой вот эта боль направлена на то чтобы активировать ну будем говорить за счет боли идет активизация наступает там значит этот кризис силы активируется организма и пошло пошло поехало там некоторым помогает я не буду говорить что там это возможно даже в большинстве помогает как ты это все делал рассказывал и тому и всему и все это там такое вот вот такие как ты знаете это не массажа а экзекуция в течение 15 дней над тобой такие вот вещи происходят это ну что и даже где-то там что-то поправилось что-то стало нормальненьким вот и я даже пошел пошел вроде как хорошо нормально там еще день или два что-то оставалось как-то да облегчение было и он сразу говорит да давай сейчас погуляем как следует там полазим по местным буеракам вот и вот мы как раз полазили где-то часа на два с лишним по этим буеракам я чувствую думаю спина только опять так то что было в течение там 14 дней растянута она опять села я такой слегка перекривлены поехал домой поехал домой вот потом был у меня ну что сказать после этого массажа как-то в дальнейшем отпустила было более-менее нормально более-менее какой-то там срок нормально но по-моему не более месяца а потом все опять началось вспоминаю я другой случай как раз связаны там с иноукалыванием это во Владимире там первенство по рукопашному бою имени актера Александра Дедюшко Владимир довольно таки далеко от меня и вот мы там поехали на машине я там ехал-ехал приехал уже практически во Владимир там пробка помню вышел джипа как-то там на кресле повернулся или уже не помню соскочил с кресла на землю и чувствую у меня там такая что-то сдвинулось и пошло закусывание она сдвигается а потом как бы сказать закусывание идет то есть возникает спазм который в начале вот ощущается как закусывание а потом этот спазм если ты еще там движешься он распространяется еще сильнее начинается там то есть процесс как бы сказать происходит так смещение и закусил этот нервный корешок чтобы значит не происходило далее закусывание этого нервного корешка возникает мышечный спазм то есть удерживается в одном как бы положении чтоб там ничего не происходило не кусало вот этот мышечный спазм он распространяется именно он начинает вызывать уже боль одно дело вот прострелил а потом уже мышечный спазм прострелил это закусило нерв а уже спазм когда все это разболелось это уже явление мышечного спазма значит от мышечного спазма там возникает уже воспаление там возникает отек то есть вот этот весь процесс пошел пошел и далее там надо значит пока он не пройдет полностью толком ничего не будет то есть надо будет снять это воспаление отек вызвать расслабление вызвать вот это вот чтоб не было закусы этого и тогда более-менее человек до следующего момента а если это на постоянке там уже знаете все как бы сказать вот этот возникает страх возникает этот чрезмерное вот это вот напряжение там уже спазм как бы сказать просто ждет очередного какого-то толчка то ли наклонился ты то ли прогнулся то ли что-то поднял то ли там не так потянулся лежа ну короче это мне знакомо вот я туда приезжаю а там надо встречаться значит во Владимире то-се а меня так хорошенько закусило и я только могу вот что-то там лежа лежать а тут гостин а где ж тут а где тут надо же как-то поздороваться то есть все приходят пошли и я туда дохожу сам сижу там за столом они веселятся а меня только сковывает сковывает спазм этот знаете то есть он распространяется все больше и больше я уже не могу я уже пойду и в итоге так несколько раз повторилось что я уже туда еще как-то доходил до всех гостей что-то там им поздравлял что-то говорил а назад меня уже относили на руках и вот тогда-то да там специалисты все там позвали вот то-то 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 ну там разовая процедура поставили мне там иголочки я уже вижу как как овощ мне как-то уже что там колет что не колет чувство куда-то попадает ага ну короче уехал потихоньку полегоньку я вот как-то отошел ну вот проблема конечно у меня началась давно ну знаете в спорте там такая штука есть думал слабая спина да ты ее закачиваешь и вот я как раз ее там закачивал так сяк там там спина такая стала ну как вот этот вот столб с одной стороны и столб с другой стороны вот такая вот как бы сказать ее тут ничем не свернешь и я подымал еще больше а больше больше ну и думаешь я ж буду закачивать так же через козла все что-то у меня есть тренажеры так это что там и желание все это начинаю закачивать ничего подобного спазма возникает то есть вроде бы начало пошло 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 потом чуть веса там добавишь или еще что-то бац закусила бац закусила это все я вам говорю вот после двух тысячи шестнадцатого года там не будем брать то что было когда мне было года двадцать два двадцать четыре этот был такой такой как сейчас только 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 ладно то есть мне этот эти растяжки эти все вещи да я вот допустим ложусь через козла я помню хорошо и начинаю вот тянуться по собственным весом туловище опущено вот ты тащишься 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 вроде бы идет расслабление до какого-то определенного а там знаете как оно вот дошло до определенного то ли там через что-то должно пройти то ли ну короче доходит до этого и возникает наоборот спазм я еще думаю ну как так может ты через козла делаешь оно что растягивается ну а нет возникает спазм мне еще тут Алик Гульханов сказал что мы вот один делал и так ему спину защемило я думаю да не может быть что ж это такое а потом убедился что да бывают такие вещи зашимливает на собственном этом то есть вот эти вот все мероприятия не подошли и вот попадается книга я уже о ней говорил что человек говорит это проблемы там наши я понял даже лучше его почему именно там почему в районе сустава вот и начал следовать что эти проблемы как бы сказать и просто гуляя и ничего не делая я добился того что по крайней мере я стал ходить все как-то более-менее нормально стало просто более-менее нормально но мы поехали когда то там было в Чехию в Прагу по-моему в том году поехали и там естественно ходили гуляли и вот во время всех этих передвижения я чувствую спина чуть-чуть она проседает то есть насколько я сейчас понимаю не мышечный каркас а энергетический каркас он перестал держать вот эту оплетку спины и поэтому потихонечку все это под собственной тяжестью проседала ниже и как бы сказать просто просела и придавилась там в пояснице и ты чувствуешь что вот все на села надо там посидеть как-то ее раздвинуть и все там такое прочее и все такое прочее тогда более-менее то есть не произошло вот как бы разблокировка произошла то вроде от этих с их эмоций а укрепления именно энергетического укрепления еще разок хочу заострить внимание у нас есть помимо скелета там сухожильные оплетки сухожилия и мышц есть еще энергетический скелет и вы наверное наблюдали что есть два человека одинаковой комплекции но один намного сильнее другого хотя вроде ничего такого выдающегося нет все дело вот именно вот в этой энергетической энергетической оплетки энергетическом каркасе и как-то спина там то то лучше то хуже то там положение надо лежа найти более-менее то там еще что-то ну короче ты ее чувствуешь постоянно и вот я начал заниматься гравитационной гимнастикой ни илоукалывание ни массаж ни растяжка они не влияют на состояние энергетического вот этого скелета нашего энергетической оболочки которые держат вроде как мышцы но на самом деле тонус-то задает энергетика энергетическая оплетка и вот занимаясь гравитационная гимнастикой вот именно сейчас вот прошло 4 месяца полностью значит апрель май июнь июнь и я почувствовал что я имею совершенно две разных спины качественно две различные спины она перестала проседать после прогулок вот что так сказать знаете вот когда ты там что-то ожидаешь такого сякого а то только трах-бах совершенно иные вещи происходят вот что те упражнения которые по логике должны тебя вообще сделать инвалидом оказывается они именно вот этот формирует энергетический наш этот скелет энергетическую оплетку это особенно тяга тяга 300 килограмм я еще разу хочу заметить что я к таким весам никогда не подходил просто никогда будучи спортсменом подымающим 200 килограмм подымающим не просто приседающим или тягу делающим а это на грудь берется вес встается и толкается так для справки ну там совсем другие усилия и вот это штанга на плечах 240 260 270 думаю ближайшее время 300 осилить штанга на плечах ты ее держишь а вот этот вес 300 килограмм только раз поднял короткий такой импульс вот как раз он дает проработку как бы вот говорит среди кривых проработку энергетики нашего вот этого энергетического скелета энергетической этой оплетки очень интересное рассуждение насчет этой гимнастики с позиции энергетики что человек состоит из разного рода энергии которые образуют вот смотрите вдумайтесь только образуют кости сухожилия связки и наконец-то мышцы и прочее там прочая требуха типа кишок там печени почек селезенки мозгу и так далее и так далее значит мышечную ткань энергетику мышечной ткани там отчасти немножко сухожильной мы прорабатываем ну с помощью вот этих вот силовых упражнений с отягощениями с отягощениями резиновыми бинтами жутами блоками и так далее так далее то есть даем нагрузку а вот что касается энергетики костной ткани которая костную ткань для нее нагрузка недостаточно она должна быть во много раз больше и вот как раз естественно костная ткань связки там сухожилия хрерши и вот естественно вот эти огромные веса они дают нужную нагрузку и то надо тоже правильно все это делать применять эти все веса на соответствующий настрой вот и в результате идет не просто укрепление а восстановление вот этих вернее позвоночного столба да и сухожилий связок сустав после вот этих всех там рыжий позвоночника там смещений еще чего-то еще чего-то вот мне понадобилось 4 месяца чтобы я почувствовал что у меня поясница совершенно иная и порой бывает так что человек я помню как раз какой-то был по-моему десятый год и я на море познакомился с массажистом там знаете на море хороший массажист дядька не буду говорить что он там такой и на совесть он меня вот сколько там я был там недельку наверное может больше может меньше ну где-то недельку и он меня усиленно за мои денежки там номинал растягивал все там такое потом еще несколько лет летом писал приезжайте приезжайте то есть все там разминал вытягивал все это там такое было было но итог всегда оказывался вот таким что все это как-то временно действует а потом начинается кстати интересно заметить я так и не сказал вам а как же я выходил вот после владимира после еще там чего-то там я выходил из этих ситуаций связанных со спиной путем голодания я начинал голодать на голоде оказывается тоже то укрепляется вот этот наш энергетический каркас как правильно его назвать энергетический каркас идут процессы восстановления этих тонких структур все я помню там три с лишним дня ага боли исчезли туда дальше все как-то стало на свои места побежал побежал но потом вот такая вот потом песня происходит то есть как я восстанавливался забыл вам сказать после этого и вот теперь вот это вот гимнастика вот я иду и у меня такое ощущение как все как-то во мне распрямилось поднялось и я даже увеличился в росте то есть тот рост который был в юности ну после там 20 где-то после 20 вернее даже до 20 с 19 до 20 я хотел будучи в спортроте получать двойную пайку я так замерился как-то с утра и мой рост где-то практически был метр девяносто с утра человек повыше побольше и я пошел в диспансер физкульптурный надо справку получить чтоб потом предоставить вот доктор мне там по грудь и я говорю вот так-то и так-то говорит ну давайте а там весовые параметры не берутся только рост рост метр девяносто все двойная пайка значит тебе и он начинает замерять я чувствую что-то я там сантиметра два наверно не дотягиваю я так на носочки только раз приустал ну как раз это где-то вечером было вечером садимся о метр девяносто ну вот пошел с портроту сдал эту справку так и так вот а там старшина и начальство они как бы сказать далеко не глупые люди и им на это все дело глубоко безразлично так скажем что говорит мы тогда тебе вот у нас дается там на всю спортроту сколько там допустим где-то у нас человеку около ста было дается вот а вот такое-то количество еды все больше нет нам надо свистнуть для своих семей еще вас покормить а тут тебе тут мясо или чего-чего там не жует хлеб то есть там можно могут дать в два раза больше масла сахара ну и по-моему вот это что-то второе блюдо короче ничего мне не дали так вот такой вот рост такой рост такой рост вот я чувствую ну приобретаю тот который у меня был и привычка ходить прямо развернуто когда энергии маловато в нашем каркасе энергетическом каркасе энергии мало то естественно под действием силы тяжести от отсутствии от отсутствия силы в организме начинает портится осанка голова не держится прямо она склоняется к земле а руки волочатся грудь не развертывается наоборот она сутулится то есть спина горбом а грудь уходит а это чувствуется совершенно иное вот то есть гравитационная гимнастика позволяет работать со всем спектром энергий в организме человека начиная от самых тонких и кончая самыми грубыми которые составляют кости ну вот мы все думаем что допустим а грубая энергия это вот костная ткань это там ее можно подолбать ее можно отпилить ее можно заменить сустав другой вставить и так далее такой знаете подход механический не возражая можно конечно сделать и некоторые там бегают но на самом деле костная ткань это как бы сказать очень сложнейшая структура лежащая вообще в основе организма потому что как установили внутри костной ткани внутри костной ткани имеется костный мозг проходят кровеносные сосуды и этот костный мозг если он достаточно активен как в юности начинает вырабатывать то есть он и вырабатывает стволовые клетки которые циркулируют по организму и замещают как установили ученые установили но врачам на это все наплевать что именно они то замещают те клетки которые износились вот и чем лучше работает костный мозг тем тем будет моложе энергичнее и здоровее человека а как же его как же его помните там все такие сейчас операции там делают вот как они говорят по замене костного мозга мы вам заменим костный мозг я по наивности думал как же они будут его замещать он же находится в кости оказывается это знаете вот такое название что мы заменяем костный мозг операция по замене костного мозга то есть просто напросто берется кровь это кровь там путем путем определенных манипуляций там в центрифуге или еще где там они то есть народ медицинский и научные биологи в этом деле изощрились вот они значит путем значит вот это вот вращение на центрифуге отделяют одни элементы крови от других там и потом делают вам опять укол вводят и считается что вот эти вот значит клетки которые были выделены они зайдут в костный мозг и вызовут там обновление и значит вот тот костный мозг который у вас до этого плохо работал а потом вот так вот сделали заработает лучше как-то это знаете весьма сомнительно звучит когда ты так начинаешь понимать и рассуждать что там они что там они делают в конце концов вот и получается так такая вещь что до этого не было а после этого ты как-то лучше себя чувствуешь вот что касается опять таки работы в гравитационной гимнастике с этим с энергетикой собственного организма ты их стимулируешь вот этими вот весами за счет за счет напряжения за счет вот этого волевого посыла не просто там посыл должен быть ты напрягся а это напряжение должно идти за счет энергетики то есть вроде и мышца напрягается но подымает вес подымает энергетика и в результате получается вот если вы смотрели вместе заниматься веселей как Игорь рассказывает что несмотря на то что он три раза увеличил вес где-то там на 20-40 килограмм то есть три раза допустим было 300 потом стало 340 потом стало 360 потом 400 он говорит все три раза я почувствовал одно и то же то есть когда человек подымает именно энергетикой правильно он не чувствует напряжение и для него сам вес перестает как-то вот играть ну какую-то роль типа вот ты напрягся сильнее нет он просто вот работает энерготрейческие и кстати у меня был случай вот связан с тем что я поднял вес не за счет силы которую там я накопил а именно за счет энергетики этот феномен у меня проявился дважды и врезался в память отлично ну пока у нас есть время да еще 8 минут первый раз это было в спортроте когда я выполнял норматив мастера спорта значит создалась такая ситуация в августе где-то в конце августа мне сделали аппендицит и естественно после аппендицита надо было восстановиться надо было заниматься короче надо было быть полезным той же спортроте в противном случае она тебя просто отошлет в часть нужны действующие здоровые спортсмены которые дают результат которые тут очки приносят нормативы и прочее прочее и вот я знаю эту всю кухню значит у меня там оставалось времени пока это все знаете кухня одни документы передадутся туда другие сюда или еще куда-то у меня было время и я вот начал усиленно готовиться в крайне так сказать неблагоприятных условиях потому что меня отсылали на работу а потом я после работы занимался обычно спортсменов не на какие работы тем более если кто-то там хорошо показывает результаты их никуда не отсылают они наоборот только на сборах и нагуливают форму ну вот где-то это сентябрь октябрь ноябрь и декабрь потому что соревнования как раз состоялись двадцать там двадцать четвертого примерно вот так вот декабря и я к этому к этим соревнованиям по моему это первенство области что ли какое-то там такое прямо у нас там в зале в этом ДФК состоялось готовился никто толком меня не видел что все как я это и мой тренер Симон Исаакиевич Розенфильд говорит мне ну ты хоть кандидата сделай то есть я был перворазрядником подающим надежды результат у меня был 130-160 и вот когда я начал выступать первый подход я начинаю с веса сто двадцать семь с половиной килограмм это рывок это кандидатская норма выполняю второй подход на сто тридцать пять это норма мастера спорта я подхожу есть рву и вырвал ее я чувствую знаете какой-то какой-то в организме началось такое возбуждение что меня заколотило такая внутренняя такая какая-то дрожь идет даже то она немножечко так проявлялась заколотила и я говорю с семеной саковича я от этого подхода отказываюсь а он так а почему меня колотит после то а он видать знал что это как раз вот этот наш начался этот кураж на кураже там можно еще прибавить он говорит это то что надо сто сорок сто сорок заказывает то есть лучший результат у меня был сто тридцать а тут сто сорок и я значит подхожу к этому весу тут рядом столик медсестры народ толпица все там потому что зал маленький центральный там помостик такой и я только раз потянул и вот отрыв штаны до колен я еще тяжесть почувствовался как только штана ушла за колени я вес абсолютно не почувствовал и в таком какой-то можно сказать затуманенном состоянии с таким подрыв и все получилось так точно то есть я ее настолько точно и правильно вырвал что сразу же знаете попал там во все эти отдачи отдачи то есть рывок раз я сразу встаю с таким ну как мой там гром или там тор в песне слышали что это бедная медсестра не ожидавшая такой реакции подумал что такое отшатнулось что за малым столик не перевернуло такое было интересно вот то есть я веса совершенно не почувствовал ну и так сказать так как я в прошлом тяжелоатлет и знаете можно посмаковать свои лучшие подъемы которые особенно запомнились это это значит далее рывок 160 килограмм ну через несколько там лет я значит попробовал 160 а до этого я по-моему рвал 155 килограмм 160 как-то вроде как сила есть но тут надо еще и смелость чтоб подсеясь под нее потому что штана над головой как-никак 160 кг это не шутки и вот я первый подход делаю так раз так дернула она чуть впереди упала и только внутренне возникает такая ясная четкая мысль сейчас ты ее подымешь такое спокойствие умиротворение такое ну тут вот как говорят я вот понимаю измененное сознание наступает такое раз я подхожу к ней привязался лямками привинтился это вжик потянул и опять таки я помню что тяжесть до колен ощущалась далее все никакой тяжести ничего ты не ощущаешь ты просто совершаешь движение знаете как будто с палочкой ты вот ее берешь все и более того ты сделал это движение подсел сидишь и ждешь сидишь и ждешь когда штанга опустится в низком сиде то есть ты уже все сделал она просто она просто опустится и вот я сижу сижу и жду жду хотя время остановилось вот и потом только она так раз все наконец-таки опускается на суставы хоп локтевые надавила доброе здоровье на локтевые суставы на оба так надавила я раз встал жалко было бросать 4 блинчика с каждой стороны это красивая штанга тут видите у каждого красота да вот такое вот еще было значит вот это вот поднятие энергетика вход в это состояние и пошло поехало доброе здоровье поднимает 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 за счет развития силы а вот тут надо как раз на этом тренажере использовать вот этот феномен то есть все он больше и больше оттачивается больше делается ну короче удивительная вещь насколько это все получится не знаю пока я вот дошел до 500 чуть за 500 и приостановился чувствую идет какая-то работа внутри организма а что я тут сделал что я тут сделал вроде как открылась а я ее закрыл и так казачий ход окончен видите мало людей вообще способных на какую-то выдумку способных какой-то новый метод предложить способны предложить какие-то оригинальные методы на основе известных вот как я казачий ход мало ну ладно привет вам от блаженного гений поехали завтракать завтра кашка дальше потрудимся а там потом рассмотрим подпишись